13.08 в Кирове и к нам наконец-то пришла весна. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. У меня в гостях Сергей Косолапов в весеннем джемпере. Бизнесмен, совладелец ночных клубов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И весна пришла, и я пришел как здорово, и Юля тоже пришла, поэтому вообще все будет очень здорово и позитивно, я надеюсь. Ладно, Сергей, давайте о серьезном. Несмотря на то, что вы в весеннем джемпере, жаль, что у нас нет онлайн-просмотра. А вот сегодня конкурсная комиссия определит, кто станет главой администрации города Кирова. У них начинается заседание в 3 часа дня. Пока, к сожалению, мы не можем сказать, кто же это будет. Но вот как вы считаете, кто победит? Такое вот, и сейчас должна быть такая мхатовская пауза, потому что творится история, то есть мы все ждем с нетерпением, на самом деле, хотя уже, на мой взгляд, все уже давно решено. Но я, конечно, думаю, что господин Драный Дмитрий Николаевич, да, вот он, наиболее вероятный кандидат с точностью до 100%. Я сейчас могу поиграть в роли Ванги, я скажу, что, скорее всего, и 100%, и даже, наверное, поспорю на это, он станет главой администрации города Кирова. А вот, ну, в принципе, ваша такая уверенность, в принципе, ну, я думаю, многим понятно. А как вы думаете, вообще, была ли у других кандидатов возможность побороться? Ну, я думаю, что вся борьба-то, она сейчас у нас ведь, как говорится, подковерная, как бы, и перед событием все это дело определяется в виде консультаций каких-то, это абсолютно нормальное явление. На мой взгляд, все это решено было уже там еще, наверное, недели две, может, назад, может, даже чуть больше, потому что вероятных кандидатов из тех, так называемых, политических тяжеловесов, которые бы хотели занять эту должность расстрельную, наверное, особо много не нашлось, и поэтому из тех кандидатов, которые сейчас рассматривались, вот, Дмитрий Драный, это самый оптимальный вариант, он и довольно харизматичный, он и такой интересный человек, он и неплохой хозяйственник, то есть, я думаю, что в том виде, в котором сейчас существует наша политическая система, нашего города, да, то есть, это, наверное, одна из наиболее подходящих кандидатур на эту должность. Хорошо, тогда, наверное, мы с вами так разговариваем, как будто бы он уже победил, пока не победил, да, пока еще решает. Пока ждем с нетерпением. Пока ждем с нетерпением, да. Вы сказали про подковерную борьбу, то есть, вы считаете, что хотя бы там подковерная борьба, но была? Если при том варианте, который, как бы, я, как потребитель средств массовой информации, как бы, да, то есть, вообще этой информации знаю, наверное, как бы, какая-то борьба, конечно же, была, потому что были люди, которые, в принципе, тоже хотели бы занять это кресло, и вот Долгополов Михаил тоже, я думаю, что тоже какие-то проекты, как бы, рассматривались, но я думаю, что это не такая вот борьба в том плане, что там кто кого грязью обольет, или там кто кого там переиграет, да, то есть, какая-то шахматная партия, а я думаю, что это просто нормальный абсолютно смотр кандидатов, которые чего-то хотели предложить. Вот, кстати сказать, очень интересно было бы посмотреть на то, что конкретно-то каждый из них хотел бы предложить, то есть, ну, какая-то, чтобы была дискуссионная площадка, какая-то общественная, не знаю, какие-то слушания, то есть, чтобы человек мог рассказать, хотя бы ответить на вопрос, кто такой сити-менеджер и чем он должен заниматься. Ну, Сергей, это было как раз в прошлую среду, перед комиссией кандидаты выступали, если я правильно помню, то там было без средств массовой информации. Вот, я о чем и говорю, то есть, я, как житель города Кирова, не увидел вообще, и не услышал каких-либо суждений по этому поводу, поэтому, знаете, как бы, ну, будет Драный, хорошо, будет Долгополов, хорошо, будет там, Геннадий Иванович Плехов, это самый лучший вариант, мне он очень давно глубоко симпатичен, я когда в свое время он был главой администрации, как бы, я помню, что наш город тогда был именно довольно чистым и интересным. А в последний год как вам наш город? Последний год стал грязнее. Так, хорошо, а если не только по этому критерию смотреть, там, дворы, дороги? Ну, сети-менеджер-то, наверное, все-таки в первую очередь должен оцениваться людьми вот по этому критерию, то есть, когда ты выходишь на улицу, да, вот, а я вот, например, еще и выезжаю, как бы, да, то есть, я сейчас серьезно думаю о том, чтобы машину вообще поставить в гараж, как бы, и ходить пешком. И купить танк. Да, лучше танк купить или какую-нибудь БелАЗ, как бы, да, чтобы уж, ну, ездить по тем направлениям, которые у нас считаются дорогами, ну, потому что на другом виде транспорта абсолютно невозможно, или хотя бы ходить пешком, то есть, то, что у нас творится с дорогами, а для меня это тем более непонятно, поскольку, поскольку, вот, я тут уже говорил как-то на эфире, что я был в Европе, я видел, какие дороги там, и как там муниципалитеты работают, и что они делают вообще, как бы, и зачем. То есть, я считаю, что мы просто там на 80 лет там отстали от развитых стран по вопросу решения каких-то, по решению вопроса благоустройства именно городского. То есть, я думаю, что здесь необходим какой-то качественный прорыв, причем прорыв прежде всего какой-то, ну, я не знаю, идеологический, потому что мы просто все должны раз и навсегда начать каждый день спрашивать с администрации, с тех людей, которые этим занимаются, с депутатов, которые принимают бюджеты, ну, какого-то не креативного решения, а нормального экономического решения, позволяющего, ну, более грамотно тратить бюджетные средства на благоустройство. А как Вы считаете, кто из трех кандидатов способен на этот прорыв? Я считаю, на самом деле, что на этот прорыв был способен Геннадий Иванович Плехов. Его нет в виде кандидата. Он почему-то не выставил свой кандидат. Да, ну, просто вот, ну, как бы, я все время работал в правительстве, и мне довелось с ним общаться лично, и, как бы, мне очень импонировало когда-то, вот, когда люди, я присутствовал на заседании Городской думы, когда люди стали обвинять там Геннадия Ивановича в том, что, как бы, что-то грязно там, и вот он тогда сказал, я Вам сейчас всем дам метлы, и прямо эти метлы, как бы, их совки эти прямо занесли в зал, и он сказал, вот сейчас пойдете и будете своим примером доказывать, что город чистый, это когда мы все над этим с Вами работаем. Мне эта тогда акция очень понравилась, как бы, и я сам взял в руки метлу, как бы, мы ходили там, всем управлением по делам молодежи, прибирали территорию, и тогда это было реально заметно, что город стал чище, потому что просто едешь потом, просто другой город. Всех чиновников выгнали, и слава Богу, причем кто-то пришел на шпильках, как бы, и было очень смешно, когда они эти шпильки, там что-то применяли при расчистке завалов. На них можно нанизывать сухие липы. Совершенно верно, а потом их складывать вот в эти вот, как их называются, коробки, там эти вот мешки, как бы, да, и еще с помощью этих шпилек можно эти мешки потом прокалывать, правда, не знаю зачем. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот как Вы считаете, кто должен главу администрации выбирать? То есть сейчас выбирает конкурсная комиссия во главе с Владимиром Быковым, там есть депутаты ОЗС, там есть депутаты городской думы, есть начальник правового управления администрации города Кирова, но депутаты в основном от Единой России. То есть и вот они нам выбирают главу администрации города. Но депутаты от Единой России, это, наверное, в основном из-за того, что такая политическая конъюнктура сейчас, как бы, да, то есть, ну, потом что-то поменяются, там, скажем, станут депутаты от справоросов, то есть тут же нет, как бы, разницы по большому счету, потому что это просто, еще раз говорю, он не политический. То есть это реально человек, который способен управлять развитием, там, города в плане благоустройства. И на самом деле неважно представители какой партии выбирают, важно, чтобы был создан некий механизм, хотя бы, там, с привлечением, там, общественной палаты, там, или каких-то еще общественных организаций, которые бы просто оценивали, ну, какой-то план, перспективный проект развития города, там, например, или, там, я не знаю, план борьбы с бесхозяйственностью на ближайший, там, срок правления, как бы, да, для того, чтобы это было очень гласно, прозрачно и понятно всем людям, которые, ну, наверное, будут жить в эпоху этого управленца. Ну, смотрите, допустим, если выбирают кандидаты, допустим, ну, выбирают главу администрации города, по сути, представители одной партии, то я думаю, что там, ну, вряд ли будет какая-то дискуссия среди них, да? То есть, как вы считаете, не надо добавить, например, в комиссию, там, общественников? Надо добавить. Очень надо добавить. Я бы вот сам с удовольствием бы пришел на эту комиссию и рассказал бы людям, сдал бы вопросы по поводу того, там, поделился бы соображениями, например, о том, как лучше заработать, как муниципалитеты, там, в других городах зарабатывают, например, на том же Западе, на парковках, там, я не знаю, на каких-то масштабных мероприятиях городских. Ну, то есть, я это видел просто, и мне очень хотелось бы как-то где-то вот на этой площадке высказаться, но нет же этой площадки, как бы, и никто, собственно говоря, по большому счету этого не надо. Ну, то есть, никто нас и не спрашивает. Да, никто нас и не спрашивает, поэтому, ну, как бы, хорошо, узнаем нового человека, придет, новая метла пометет, лишь бы помела и лишь бы была метла, потому что реально очень грязно и дорог нет. А, то есть, метла должно не только подмести, но и дороги сделать. Ну, да, поменять в руки должен человек не метлу, я не знаю. В основном, наверное, работать надо все-таки головой, как бы, да, потому что умные мысли по поводу того, как благоустроить наш город, они важнее, чем то, что находится в руках. Хорошо, Сергей, вот как раз то, что вы сказали, да, о том, что нас никого особо и не спрашивали, и плюс к этому вот у меня, как у, собственно, представителя средств массовой информации, сложилось впечатление, что, ну, как-то вот несколько закрыто это происходит, и если бы это было более открыто, хотя бы выборы, да, главы администрации города, наверное, это было бы как-то лучше, потому что мы не знаем, например, критериев, по которым выбирают нам главу администрации. Все-таки нас это тоже как-то касается, и вот на сегодняшнее заседание конкурсной комиссии СМИ не пригласили. Вот, как вы думаете, почему так закрыто? Я вот вообще думаю, что вся эта закрытость, это такой, знаете, такой модный тренд. Неправда. Модный тренд у нас открытости информационной общества. Модный тренд – это слова об открытости, слова о прозрачности, слова о том, что это должно быть понятно всем. Вот это, наверное, это то, что языком люди говорят. А то, что делают-то на самом деле, это же немножко другой модный тренд. То есть, ну, вот вы посмотрите на то, как у нас на всех уровнях вопросы решаются в государстве. Как они решаются? Ну, абсолютно закрыто, абсолютно непрозрачно. Я вот не видел, например, о том, чтобы меня когда-то кто-то о чем-то спрашивал. Или там спрашивал мою общественную организацию, например, в которой я состою, там, например. В какой вы общественной организации состоите? Я ассоциированный член Международной полицейской ассоциации, самой мощной общественной организации Кировской области. Ага, это поэтому у вас на машине. Да, у меня на машине такая штука, которая совершенно потрясающим образом оказывает магическое воздействие на полицейских в других странах. А, только в других странах. Да, в наших, к сожалению, нет. Хорошо. Сергей, вот давай, знаете, я хотела бы вас попросить еще попробовать оценить связку Владимира Быков-Дмитрия Драной. Хоть, конечно, пока не принято решение, но тем не менее. Есть такое мнение, что связка Быков-Мачехин, которая у нас до этого работала, была не очень эффективна, потому что, ну, очень много споров и конфликтов было внутри. А оценить, пожалуйста, связку как раз Быков-Драной. Знаете, в свое время в Древнем Риме были такие должностные лица, консулы. И вот однажды был такой консульские выборы, и на них победил Гай Юлий Цезарь и еще один мужчина, который даже не вошел в историю. А люди шутили, там было два консула, как бы, да, и люди шутили. Это было консульство Юлия и Цезаря. То есть, как бы, да, то есть, понимая, что этот человек второго никаким образом вообще не участвовал в принятии решения. Я вот тоже думаю, что пока преждевременно говорить о какой-то связке, я думаю, что здесь совершенно очевидно, самая главная большая голова – это Владимир Быков, как бы, а уж то, насколько подстроится под него Дмитрий Драной, или даже, правильнее сказать, насколько сработается, уже покажет время. Но я считаю, что вот та работа, которая была предварительно, да, то есть на тех должностях, на которых, как бы, находился Дмитрий Драной до этого, она показывает, что отношения простыми вряд ли будут. Это, во-первых, да и они не должны быть простыми, потому что один человек представляет законодательную ветвь власти, который ставит задачи, как бы, а второй человек должен эти задачи выполнять. А так как мы все с вами знаем прекрасно, что задачи стоят, ну, мягко скажем, очень серьезные, и, я даже скажу, вряд ли выполнимые, вот в том, по крайней мере, в той системе мышления, в которой люди привыкли думать о том, как это надо делать, то я думаю, что конфликты какие-то особенно мелкие, как бы, они будут постоянно возникать. Ну, на самом деле, наверное, это будет возникать у любых двух людей. Хорошо, вот на минувшей неделе у нас по-новому зазвучала тема выборов, прошедших в Городскую Думу. Это случилось, когда руководитель исполкома Кировского регионального отделения Единой России Андрей Лучинин в общественной палате высказался о политтехнологиях, применяемых Единой же Россией. Я сейчас процитирую. Андрей Лучинин сказал, таких грязных компаний на территории города Кирова, Кировской области, еще не было. Был подкуп голосов. В принципе, все понимают, что люди, которые осуществляли данную технологию, не дураки. Они все просчитали. И дальше еще цитата. Единая Россия на сегодня, к счастью или несчастью, является законодателем мод среди региональных отделений партий. И к большому моему неудовольствию не только позитивных, но и негативных. Когда в ход идут технологии на грани совести, морали, чести, правового поля. Вот, Сергей, когда такое мнение высказывает политтехнолог, при этом член Единой России, а член партии обличает собственные ее же, собственные предвыборные технологии, как по-вашему, что это значит? Ну, на самом деле, конечно же, тут нигде не сказано о том, что он говорил только про Единую Россию. Ну почему? Вот он говорит, что Единая Россия является законодателем мод среди региональных... Это вот он сказал про Единую Россию, но он нигде не сказал, на самом деле, о том, что это конкретно Единая Россия подкупала голоса или что-то еще. Я не знаю просто контекста этого высказывания, потому что очень часто обычно в контексте, как бы, видно, человек немножко разъясняет, тем более, что сейчас наверняка и все СМИ, и соратники партии зададут просто нереальное количество вопросов этому господину. И для того, чтобы, на самом деле, выяснить его позицию в полном объеме, потому что, когда руководитель исполкома такие заявления делает, то это означает одно, либо он там реально собрался в другую партию, не хочет больше быть в партии Единая Россия, либо его просто неправильно поняли. Так вот, мы должны, наверное, в ближайшее время узнать о том, что же на самом-то деле. Хочет он другую партию, как бы, и там совесть замучила, или же он, ну, реально, как бы, там, его неправильно поняли. То есть мы должны об этом узнать. На самом-то деле, я считаю, что тут вообще, как бы, когда мы говорим о выборах в Городскую Думу, там ведь все партии отличились так или иначе в самых разных видах грязных политических технологий, поэтому, знаете, как бы, самое страшное, что никого это особо даже сейчас и не расстраивает, как бы, да, и особо и не волнует, потому что... Ну, почему? Очень много заявлений в органах внутренних дел. Люди поговорили, чего-то там, пописали, как бы, в своих блогах, где-то, в каких-то статьях, как бы, ну, и все тихонечко стихло. Вот я вот за последние, там, несколько недель абсолютно не наблюдаю никаких свидетельств о том, что даже у нас выборы какие-то были. Что уж там говорить о том, как они были сделаны, там, и для кого. Ну, насколько я знаю, эти заявления идет проверка, и они рассматриваются. Хорошо, я поняла вашу точку зрения, а вот, как вы считаете, будет ли это, эти слова Андрея Лучинина, иметь правовые последствия? Потому что мы все понимаем, что оппозиционные партии так или иначе пытаются доказать, что нарушения все-таки были. И когда об этом опосредованно, да, может быть, не в открытую, но опосредованно говорит член Единой России самой, наверное, это должно иметь какие-то правовые последствия. Вот как вы думаете, будет? Я, знаете, думаю, что, может быть, какие-то будут политические последствия для самого Андрея Лучинина, если он действительно так считает, как бы, если он эту точку зрения, как бы, будет дальше обосновывать. Но правовых-то последствий вряд ли каких-то будет. Но не пойдут, да, эти же представители оппозиционных партий не скажут, а вот вам доказательства. Вы знаете, они, может, куда-то и пойдут, как бы, но вряд ли что-то серьезно изменится. Ну, я не знаю, там, будут признаны выборы, например, недействительными, или как-то кто-то за это ответит. Вполне вероятно, что по паре каких-то случаев, ну, там, какие-то административные будут меры приняты. Но это не повлияет на общую картину уж совсем никак. Хорошо. Вот следующий вопрос, который я хотела с вами обсудить, от городской власти не зависит. Он зависит от депутатов областного законодательного собрания. Я имею в виду закон о такси. Это 69-й федеральный закон. Но право выбирать, например, единый цвет для машин такси, там, или не выбирать его вовсе, там, выбрать желтый, красный, голубой, или пусть ездят, как ездят, этот закон дает право местной власти. На неделе прошел пикет таксистов, которые просят только одного – не принимать решение о едином желтом цвете такси. И этот закон наши кировские депутаты обсуждают уже больше года. И вот именно этот цвет, да, они никак не могут прийти к согласию. Как вы считаете, почему? Почему так долго? Вроде бы кажется мелочь. Почему так долго это обсуждают? Если бы у меня был желтый автомобиль, и вдруг бы люди стали все красить такси в желтый цвет, я бы, наверное, поменял автомобиль или перекрасил бы его, потому что мне бы не хотелось, чтобы меня принимали за таксисты. Нет, подождите, Сергей. Я думаю, вряд ли депутатов ОЗС волнует конкретно вас в желтой автомобиле. Сейчас объясню, почему вот эта мысль у меня возникла. То есть на самом деле ведь вот как, откуда взялись, на самом деле признаком качественным, вернее не качественным, а маркером того, что человек таксист, как бы являются шашечки, если кто-то забыл, как бы, да, а не желтый цвет такси. Потому что желтый цвет такси – это такое сугубо американское дело, насколько я помню, это там в Нью-Йорке, в Чикаго когда-то первые стали эти желтые машины. Это было принято не административным, как бы, решением, а это был пиар-ход, да, то есть одна компания стала ездить, как бы, все остальные поддержали, потом и как-то это все эволюционным путем срослось. И сейчас мы там видим, что есть такси желтого цвета. Причем вот опять же, исходя из того, что вот я побывал тут в Европе, как бы, и проехал там просто, ну, там сотню городов, я нигде не видел желтых такси, я честно скажу. Но я видел такси совершенно разные, ездил на совершенно разных такси, на разных машинах, как бы, и всех их я идентифицировал по шашечкам. То есть, ну, обращаясь к этому же европейскому опыту, наверное, все-таки неправильно. Это, знаете, это все равно, что принять какой-то закон, чтобы люди все ходили в коротких штанах. Помните, вот, у Войновича Москва 2042. Лучше в коротких юбках, да. Тем более, что весна. Они у него там ходили в коротких юбках, в коротких штанах, брились наголо, как бы, и еще сдавали свои испражнения в столовые общественные, где в общественных столовых. Ну, вот, Сергей, люди обедают, вам не стыдно? Мне не стыдно, потому что это не я сказал, а Войнович, наш знаменитый писатель. Это, правда, очень смешная книжка Москва 2042, в ней очень много наших современных событий объясняется. Давайте вернемся к желтым такси. Так вот, я считаю, что неправильно навязывать цвет такси, но это дело вкуса, как бы, да, на самом деле. Вот, хотят организации, например, пусть они создадут какую-то общественную организацию таксистов, она сейчас, я, кстати, сказать, существует. Она есть, это гильдия таксистов, да. И вот если эта гильдия таксистов, например, каким-то образом признает там о том, что необходимо сделать все-таки одинаковый цвет, да, какой-то, я вот, например, могу только поддержать это решение. Но желтое оно будет или же розовое, или, я не знаю, там, серо-буро-малиновое в крапинку, вот, наверное, это должен быть тоже такой вариант пиар-хода. Объясню, почему. Вот, например, ну, желтое такси ведь никого же не удивить, да, вот, например, в желтом такси. А давайте сделаем розовое такси, например. Нет же в России розовое такси, может, об этом опять наша вятка прославится. А вы сядете в розовое такси? А что-то не сесть, как бы, я считаю, что вполне нормально, я даже сяду в это такси, у меня вообще изнутри-то такси не будет видно, какой цвет, если что. Это как холодильник, изнутри же никто не закрывал никогда в жизни правильно, то есть только снаружи, поэтому никто не может сказать. И на вятке будет две достопримечательности кикимора в розовом такси. Совершенно верно. Давайте, кроме шуток, Сергей. Кикимора в розовом такси с аистом, который почему-то должен быть перенесен, вот я так скажу. Так, подождите, Сергей, давайте кроме шуток. Хорошо, я поняла, что вы, в принципе, не видите смысла в желтом такси. Я не вижу административного смысла, но как это так сказать, в каком цвете должны ездить такси? Ну, елки-палки, люди же ведь очень многие из них, это у них единственный источник существования, начнем с того. Они кормят свои семьи, и если нужно будет перекрасить, во-первых, это довольно дорого, как бы, да, то есть мы как бы знаем. Ну, это от 40 до 60 тысяч, чтобы перекрасить не по пленке. Да, то есть ты как вот человек, у нас какая-то субсидия, что ли, будет бюджетная выделяться на таксистов? Субсидий не будет. Так я вот об этом и говорю. Это все равно, что просто сегодня можно сказать, что вот сейчас все предприниматели сдают по 60 тысяч рублей, я не знаю, на новые кепки для людей, которые будут ходить. Ну, это реально вот, ну, какой-то вообще мрак. Хорошо. Это просто непонятно. Сергей, а смотрите, вот, за этот год, значит, приняли и ввели таксометры, медосмотр водителей перед выездом, техосмотр машин, это важно и нужно. Создали отдельный отдел в дорожном, господи, как называется структура, в департаменте дорожного хозяйства. Столько сделали за этот год, но никак не могут принять решение ответить такси, почему. Среди чиновники какие-то молодцы. Чиновники-то какие молодцы, создали отдел, понимаете, это как, помните, вот у Ильфа и Петрова-то было, все как один ответим на разгильдяйство вступлением в общество трезвости. Вот чиновники, они всегда реагируют созданием отдела, потому что у нас всегда, как бы, чиновничный аппарат сокращается, а на деле он увеличивается. Суть моего вопроса заключалась не в этом. Суть вопроса о том, что нельзя диктовать цвет. Почему так долго цвет-то обсуждают? Да потому что никто не может на это повлиять на самом деле. В правом поле, вот как мы сейчас это все себе представляем, я считаю, что если вот кто-то там скажет о том, что должен быть желтый цвет, я считаю, что можно идти прямо в суды и вплоть до там какого-нибудь европейского по правам человека, как бы отстаивать свое право самим решать, в каком цвете машин ездить. И вообще это, ну, мне кажется, это вообще глупым абсолютно. То есть это не вопрос, связанный там с политикой, как бы, да, то есть который требует какого-то однозначного решения. Это вопрос вообще, он даже не экономический, он, знаете, такой, он, ну, из цикла категории нравится, не нравится. Ну, в кузовщине. Да, пусть ездят какие угодно такси. Вот если люди захотят ездить в желтых, пусть ездят в желтых, захотят ездить в красных, пусть ездят в красных. Это вообще не должно влиять никак. Давайте, просто существует значительно более серьезная проблема у города, связанная с его обликом, который действительно нужно изменить. Вот, например, эти же улицы или дороги, как бы, да, для того, чтобы было уютнее. А вот желтое такси, это никак с городским уютом не связано. Ездить по разбитым дорогам в грязи, как бы, на желтых такси, на красивых, так я вам сразу скажу, что после двух дней поездки на этом такси, мы даже не увидим о том, что там цвет какой-то желтый есть, потому что все будет настолько грязное, немытое и разбитое, что это уж точно нашему эстетическому там, эстетической культуре помогать не будет. Вот я хотела как раз процитировать один из лозунгов таксистов на пикете, который прошел на этой неделе. «Желтый цвет такси не решает проблему плохих дорог». Это, так скажем, ремарков тем. Конечно, все правильно. Молодцы ребята, хорошо придумали. Вот, я еще, знаете, о чем вас хотела спросить? Как вы считаете, влияет ли выбор цвета, да, например, решать будет единый цвет такси, на количество нелегалов? Потому что вот есть такая цифра, что у нас в городе 4000 таксистов и только чуть больше из них легальные, которые пришли и официально получили лицензии. Остальные ездят просто так и ждут, а что же будет дальше? А примут ли этот желтый цвет такси, вдруг мне придется перекрашивать? Как вы считаете, влияет решение на количество именно тех, кто нелегально ездит? Я считаю, что так же влияет, как влияло в свое время цвет глаз наполеоновской армии на поражение при Ватерлоу. Понимаете, как бы, а вот насколько влияет то, что листочки распускаются там на общий тренд настроения жителей города? Нет, ну подождите, если я водитель такси и если я ожидаю, что скоро меня заставят перекрасить мою машину в желтый цвет, я, наверное, не пойду покупать лицензию, я подожду, пока решат. И вот весь этот год, да, водители нелегальные, они ждут отчасти и боятся. А вдруг я сейчас куплю лицензию, поставлю таксометр, завтра решат, что мое такси должно быть желтым, я просто уйду с работы. Я считаю, что это все вряд ли влияет, на самом деле количество нелегалов определяется, знаете чем, какими-то правовыми формами и эффективностью, вернее даже, вот этих правовых форм в отношении этих же самых нелегалов. То есть, если реально установлен некий контроль как бы за какими-то правилами, за исполнением этих правил в рамках пассажирских перевозок у нас в городе, то вот это влияет на количество нелегалов. И я даже скажу так, вот это как в Москве, например, мы тут недавно тоже приехали, разговаривали там с таксистами, и я их тоже спрашивал как бы обо всех этих нововведениях, они сказали, ой, фигня, как мы ездили, так и будем ездить. То есть, я считаю, что в нашем конкретном случае это вообще ни на что не повлияет, потому что, еще раз говорю, административно все эти вещи, правила-то можно отследить, как бы навязать, я не знаю, выгнать человека, который не будет их исполнять, оштрафовать, что-то еще. Кстати сказать, и меры-то, вот эти вот, которые в отношении нарушающих правила приняты, они на самом деле не очень жесткие. Ну почему, можно до 8 тысяч получить штраф? До 8 тысяч можно получить штраф, эти же 8 тысяч можно заработать за день того, как ты на дороге поездишь, да больше можно заработать. Вон, ты в кар, возьми пассажиров туда и обратно, 10 тысяч заработаешь, ну как бы и что? Это как, знаете, это как наша борьба с проституцией, которая у нас всегда там типа происходит, да? То есть, ну как бы, да, что там, чем можем там побороть-то там ее, да, штрафовать там за несоблюдение паспортного режима или за незаконное предпринимательство, ну это смешно. Людям просто там собрали в отделение, там переписали их данные, сказали, вы что, нельзя заниматься проституцией, отпустили всех. Так точно так же и здесь будет, понимаете. Это тоже все очень малоэффективно и вообще, наверное, даже и не нужно. Ну смешно зато. Вот на этой позитивной ноте мы должны прерваться на рекламу, а после этого мы вернемся к особому мнению Сергея Косолапова. Мы возвращаемся в эфир на 101.фм программа «Особое мнение» в студии Юлия Афанасьева и мой гость сегодня бизнесмен Сергей Косолапов. Мы уже обсудили цвет такси и я думаю самое время перейти к антиалкогольным мерам. И цвет глаз людей еще обсудили весенних. Да, давайте, значит, к антиалкогольным. В правительстве региона продолжают это обсуждать. У нас президент Медведев уже признал пиво алкогольным напитком. Мы все знаем, его теперь нельзя распивать в общественных местах ни в каком виде. И вот сейчас в Кировских парках началась установка камер видеонаблюдения. Например, в парке у Диорамы, я знаю, ставят 16 камер. И в том числе будут следить и за распитием спиртных напитков. Конечно же, будут следить за порядком и за распитием. Даже в бумажных пакетах, если вы что-то пьете, если это окажется пиво, то угрозит вам штраф. Вот согласны ли вы с такой инициативой, что ни в каком виде нельзя в общественном месте? Ну, вот знаете, вообще как бы с инициативой ты согласен на самом деле. Почему? Так, и с чем не согласны? Потому что ты тоже озабочен тем, в каком мире, например, живет моя дочь. И я тоже боюсь ее отпускать по каким-то паркам гулять, где люди в основном у нас пьют. И статистика ведь, она вещь тоже такая довольно показательная. Когда мы знаем о том, что примерно 80% всех преступлений совершаются под парами, конкретно у нас, у жителей Кировской области. Ну, это правильная инициатива, и я ее охотно поддерживаю. Более того, она еще и экономически мне выгодна, как одной из владельцев ночных клубов, как бы, да, вот этих, ну, кафе, заведения общественного питания. То есть для меня очень желаемо, чтобы люди пили в специально отведенных где-то местах, в безопасности, где у нас тоже стоят камеры везде, где у нас лабора, охрана. Что и до вас доберутся потом. Так ведь, как бы, хотят уже добраться-то на самом деле, да, когда говорят о том, что статус закусочный тоже нужно приравнять к ларикам, как бы, и запретить там тоже продажу там пива там что-то в воскресенье до 10 часов утра. Ну, инициатива нашего губернатора, то есть, может быть, это даже и правильно. Нет, до 10 часов утра и отдельно в воскресенье. Ну, отдельно в воскресенье. Ну, знаете, по воскресеньям в основном люди, я вот так сразу скажу, вот, я смотрю на тех, кто ходят у нас в Новый мир, например, там, ходят в клуб «Мафия», там, или в какие-то еще наши заведения. Вот, например, в Новом мире не видел ни разу, чтобы люди приходили в воскресенье с утра и чего-то пили алкогольное. Пьют в основном безалкогольные коктейли, чай, кофе. Ну, не знаю, может, статус нашего заведения такой, что до туда просто эти люди не доходят, которые вчера там набухались. Или в субботу вечером хорошо погуляли. Да, то есть, или они просто спят, я не знаю. Ну, вот я не видел сам, то есть, с чем бороться-то будем, как бы, да? А вы не думаете, что посетители закусочных вообще вряд ли пойдут в Новый мир, например? Ну, смотря что называть закусочные. Макдональдс – это тоже закусочные, правильно? Только там просто алкоголь не продают. Кстати, во Франции продают. Вот во Франции продают пиво в Макдональдсе. Так, подождите, Сергей, я поняла уже, что вы объездили пол Европы. Я просто говорю не об этом, я говорю о том, что, знаете, административные меры, я к ним отношусь с большим уважением, как бы, к тому, что люди делают что-то как-то, но я считаю, что это вообще не главное в решении этого вопроса. Главное – это меры неким образом какие-то воспитательные, показательные. Вот я, например, там не употребляю алкоголь, как бы, в течение четырех с лишним лет, да, то есть, ну, вообще не пью. И для меня, вообще, знаете, вот, там эти меры, как бы, они по боку, да, как для человека, потому что я просто, как бы, ну, не пью я. Причем я не пью не потому, что я не хочу, вернее, ну, как бы, не хочу, да, а потому что не могу, у меня аллергия на алкоголь. Я бы с удовольствием выпил и в пятницу, и в субботу, расслабился, потому что это тяжелая неделя. И в воскресенье я просто по себе думаю, что если бы я и в пятницу, и в субботу-то, как бы, выпил-то хорошо, да, как хочу-то, как бы, да, мне кажется, что я в воскресенье-то проснулся-то бы, наверное, часам к четырем, как бы, да, и уж я точно думал о рабочей неделе и пил бы только квас какой-нибудь, вот и все. Поэтому я считаю, что здесь нужны меры, в первую очередь, какие-то, ну, я не знаю, на уровне личного примера, например. Вот сейчас молодежь очень, вот, по клубам, я просто знаю… То есть, вы, в принципе, не против, если ограничат продажу спиртного в воскресенье, точнее, полностью запретят? Я не против, я против запретных мер вообще, в принципе, потому что нельзя запрещать. Подождите, против или не против в итоге? Ограничить можно, а запретить нельзя, потому что, если мы чего-то будем запрещать в плане алкоголя, мы же проходили уже это в 85-87 году-то, как бы, когда у нас был сухой закон-то, когда был. Америка проходила это там в 20-е годы, когда это все вылилось в просто бум самогоноварения, как бы, и прочие разные отравы, которые люди сразу начинают пить и изготавливать. Я считаю, что это неэффективно. Неэффективные в полной мере административные меры, это показала история, я не знаю, готов спорить с каждым человеком, прямо и с теми, кто еще об этом говорят, как бы, на самом деле, самые лучшие меры – это меры, прежде всего, такого морально-нравственного характера. Это когда мы людям личным примером показываем, что просто бухать по воскресеньям – это не модно. Выглядеть в пьяном виде, я не знаю, угрожающе плохо – это не модно. Это плохо для тех людей, которые приезжают в наш город, которые видят, какие здесь люди живут. Вы, кстати, сказать, вот знаете, я в позапрошлом году, у нас был такой опрос, нас знакомили с опросом, когда я еще, вернее, там, года три назад еще работала в правительстве, был опрос, как люди из соседних регионов представляют себе вятского жителя. Вот если бы тогда, вот мы бы довели до сведения всех наших вятских жителей о том, как их представляют, например, люди из Москвы или из Нижнего Новгорода, или из Казани. А знаете, как, это примерно мужчина небритый, заросший, старше 60 лет, прямо цитату помню, в фуфайке, в резиновых сапогах, как бы, поддатый, пышущий перегаром, как бы, да, и очень такой нечестный и буйно жестикулирующий. Представьте себе, это вот опрос был проведен там школой этих московских политических исследований, тогда позаказывают, вопрос презентовали, как бы, и меня вот очень сильно это поразило. То есть мне реально было просто стыдно, ну, вот просто стыдно, что нас так представляют. Потому что, и потом после этого я стал говорить людям о том, что действительно нам надо как-то работать, что-то как-то ограничить, как бы, да, вот, ну, хотя бы вот распить этих всех спиртных напитков, потому что люди реально представляют нас пьяными. А это уже не способствует каким-то серьезным договоренностям, там, между бизнесменами, или между субъектами, или между, там, какими-то еще... Ну, наверное, это больше между, да, договоренностями, там, с соседними регионами, да, например? Да, это же инвестиционная привлекательность тоже от этого зависит. Там очень много вещей, которые взаимосвязаны. То есть, ну, действительно, реально нам нужно озадачиться, как бы, тем, как нас вообще воспринимают хотя бы в соседних регионах. Потому что вот это добрососедское сотрудничество, которое потом выражается в экономических каких-то проектах, оно вряд ли возможно, если тебя будут так несерьезно воспринимать. Хорошо, у нас с вами осталось вот три минуты эфира. За эти три минуты я хочу коротко успеть с вами обсудить еще одну маленькую тему. Это памятник Петру и Февронии, который решили установить в городе Кире. Это сделать решила коммерческая организация. Мне интересно ваше отношение к этому. Как вы считаете, нужна нам такая достопримечательность? Если коммерческая организация решила потратить деньги не себе на зарплату, на самолет или на какие-то развлечения, там, я не знаю, массовые, а вот именно конкретно поставить памятник, я только могу приветствовать эту инициативу. Петр и Феврония, ну, нормальные православные святые, которые очень почитаемы и к тому же имеют отношение, как вот там в День Святого Валентина, например, у католиков этот же Святой Валентин, да. То есть, поэтому я вообще всецело поддерживаю. Если еще будут какие-то организации, которые захотят поставить еще памятники каким-либо святым, я думаю, что они побольше святых мест на Вятке создадут, как бы предметов культа, а также, как бы, ну, каких-то, я не знаю, местных достопримечательностей, которые будут привлекать туристов. Я всецело поддерживаю. А как вы считаете, где его надо поставить, этот памятник? Да хоть где, в том месте, где трафик оживленных людей, для того, чтобы люди могли прийти, реально там, я не знаю, ну, как вот на это там дерево, желание там, да, посмотреть, загадать какое-то желание, потереть какую-нибудь часть этого памятника, я не знаю, чтобы там любовь пришла или три раза его обижать, но это будет нормальная туристическая традиция, которая нашему городу нужна. Хорошо. Сергей, спасибо вам большое за эфир. Это было особое мнение бизнесмена Сергея Косолапова. В студии работала Юлия Афанасьева. Желаю нам всем скорейшего наступления весны. Любви и счастья. И пусть нам ставят памятники, лишь бы было тепло и хорошо. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok